Очень приятно, что мы можем быть в Доме Божьем. Пожалуйста, все, кто стоит, будьте уверены, что вы уже сели, особенно брат Дмитрий, сели. Мы сегодня пришли на это место, чтобы прославить Бога, для того, чтобы Бог проговорил к нашим сердцам, и мы могли что-то взять для себя. И я хотел бы вам оставить одну мысль. Это будет записано в Евангелии от Иоанна, 20 главе, с 24 стиха. Это необычное место для начала служения, но я хочу оставить вам одну важную мысль. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 24 стиха. Мы знаем начало этой истории, что явился воскресший Иисус, и скоро мы будем праздновать Пасху, и показался ученикам, но Фомы там не было. И вот история продолжается далее. 24 стих. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но Он сказал им, если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал им, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь не верующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие. Три вещи я хочу, чтобы вы запомнили. Первое и самое главное, вера – это личный опыт. Фома ходил с этими людьми три с половиной года, они были его друзьями, они были его семьей. Но когда они увидели что-то, чего не видел Фома, Фома что сделал? Им не поверил. Вы можете рассказывать кому-то, что в церкви классно, что вам проговорил Бог, что вы получили откровение, но вера рождается индивидуально в сердце. И рождается она от Слова Божьего. Второе, все люди, которые даже вот все вы, которые пришли на это место, вы все делитесь на две категории. Всего две категории – это люди, которые не верят, но хотят узнать, и не верят, и не хотят узнать. Сегодня мы говорим о том, что вам может проговорить Бог. Через пение, через Слово Божие, через проповедника, к вам лично может проговорить Бог. Но кто-то скажет, я это уже слышал, он не верит и не хочет знать. А кто-то скажет, возможно, и хочет узнать. Знаете, Фома ходил восемь дней с учениками. Вот после того, как они ему рассказали, он не поверил, но он хотел узнать. Он хотел пережить. И он не знал, сколько нужно ходить. Он не знал, сколько нужно собираться с учениками. Но он хотел узнать. И на восьмой день Христос явился, когда там был кто? Фома. И третье, самое важное. Если вы в своем сердце реально хотите встретить Иисуса, вы его встретите. Он к вам придет. Если вы хотите узнать больше о Боге, вы узнаете. Он вам откроется. Если вы хотите, чтобы все, что сегодня будет сказано с этого места проросло в вашем сердце, оно прорастет. И Иисус не укорил Фому. Он пришел к Фоме и сказал, вот я. И мы блаженны сегодня, потому что мы не видели, но уверовали. И потому нас называют как? Верующие. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы не относились к собраниям формально. Чтобы мы были открыты принять то, что Бог хочет сказать сегодня нам. Чтобы мы действительно были светом для света. Чтобы мы были солью для земли. Чтобы люди этого мира видели, что мы немножко другие. Не потому что мы сумасшедшие. Мы немножко другие. Потому что в нас живет Божья любовь. Аминь. Давайте мы встанем в наши ноги и призовем благословение на это служение. Вечный праведный Бог, я благодарен Тебе, что сегодня, в этот воскресный день, мы можем быть в Доме Твоем. Я благодарен Тебе, Боже, что Ты наполнил этот дом. И сегодня даже есть люди, которых мы не видели раньше. Гости, как мы их называем. Но Ты, Господь, по Своей великой милости привел их сюда. Я прошу Тебя, Боже, дай нам всегда помнить, что вера – это индивидуальное переживание. Дай нам, Господь, всегда хотеть узнать что-то о Тебе и быть готовым, Господь, принять Твое Слово и растворить его в своем сердце. И дай нам, Боже, всегда искать Тебя, ибо Ты отвечаешь на молитвы. Благослови, Господь, сегодняшнее служение. Благослови, Боже, брата Джорджа. Все слова, которые будут сегодня сказаны в пении, в проповеди, пусть они будут для славы имени Твоего Святого. И дай нам, Боже, помнить, что мы блаженны, потому что мы не видели, но мы веруем. Благослови весь ход этого служения. Я все отдаю в Твои святые руки. И будь прославлен наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Хвалите Бога небес, хвалите всех, Он дыхание, хвалите, Он наш Творец. Хвалите, хвалите Бога небес, хвалите, хвалите Бога небес, хвалите всех, в том дыхание есть. Хвалите, Он наш Творец. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала. Хвалите, хвалите Бога небес, хвалите всех, Он наш Творец. Хвалите Бога небес, хвалите всех, в том дыхание есть. Хвалите, Он наш Творец. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала. Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала. Богу хвала. Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала, Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. И тогда Сталин хотел, чтобы люди в Німеччине вернулись назад в Украину. Сталин – ваш отец, Россия – ваша мать. Тато сказал, что я буду сиротом. И они пришли в Америку через доброго пастора, украинского народного в Америке, Фред Смольчук. И так я родился в штатной Джерси, в доме чудового батька, тата и мамы. В молодых летах тата покаялся в 14 лет, когда евангелист Барчук евангелизовал в Захидную Украину. И тата Андреев в 14 лет поверил. Прибег додому, сказал батькам, «Тата, мама, я принял Иисуса, Він простил мои грехи». Вчора я это рассказывал для вас свежих. Ну, дядо сказал Юхрим, «Яки грехи ти никого не подпалив, никого не вбив, ти не грешник». И, ну, тато, я знаю, Иисус живет в моем сердце. И Він так любил Библию. В той час Він мог бы достать новый завет. А дядо мой, Він був другом, дуже близким священником православным. И они давали на батька, на матер. И в конце концов они заставили батька вигнати моего батька из дома. И, ну, что 15 лет. Но тато так любил Бога. В 19-м году он был пригласен быть проповедником. И Він евангелизировал с разными братами, с братом Ильчуком и другими людьми. И когда ему было 30 лет, то он познакомился с моей мамой Люба Глебчук, которые жили в Тучині. Тату Сборатина, маленькое село, біля Луцка. И ось они подружились. И это наша история. Так что я украинець сердцем, а громадянством американець. Но я имею кровь нашу и люблю наших людей. В 16 лет мы, каждое лето мого життя, были где-то на месте. Сейчас мне 62, скоро 69, через лек 70. И каждое лето мого життя мы посвятили для евангелизации. Здесь. Багато разов. Можно еще рассказать, а тогда я перейду на английскую мову. Don't worry, I'm going to speak in English this morning, so that everyone can understand. Because I want those who don't understand Ukrainian could understand in English, okay? То в нашем доме, коли я был хлопчиком, і була недорозумение від моєї сторони. Навіщо я маю вивчити вашу культуру і українську мову? Мені стидно. В перший клас я перекладаю для моєї вчительки те, що вона буде про мене говорити батьками на батьківські збори. Дитина не повинна бути там на місці. А я мушу перекладати мого батька іммигранта. Так стидно було. А вона каже, миссис Пенсер, ти кажемо твоему батьку, що ти не сидиш правильно, ти не слухаєшся. А я все перекладаю і тату киває головою. Вона зрозуміє, ти невірно перекладаєш. І тоді знову кажу, тато чого? А він каже, сину, колись Господь відкриє границі і ти в рідній мові будеш проповідувати Євангелію. І так понад 120 разів я навідав Радянський Союз. Україну, два рази були в Бресті, ну більше, але євангелізації. Були в Молдові на стадіон, в Кишиньові, в Белцах. Були в Москві, івангелізації мали. В Лініграді, що сьогодні є Сент-Петербург. І навіть в Сібір ми мали богослуження та зібрання. Слава Богу за його нагоди, що дав нам навідувати ці місця. Добре, перед проповіддю хочу представити вам першу книгу, але не останню, що я написав в англійській мові. Називається «In my father's house». Але ми переклали на українську мову у домі мого батька. Дуже чудовий переклад. Я його перечитав, думав, вау, краще звучить, як мій англійський. І навіть на русській мові, якщо ви хочете, вони лише по 15 доларів за книжку. Купіть вашим дітям, якщо ви хочете. А що в книзі? Вірш, який є основним для проповіді. Вибачте, голос засихає. Вчора вечір я дав на повну катушку, так що сьогодні я страдаю. Але моліться, воно стане краще за 10 хвилин. Основний вірш такий. Чи ви знали, що в 49-му розділі книги Буті, перша книга Моисея, Яків каже синам своїм, благословіння твого отця, твого батька сильніші, як віковічні гори. Ну, подумайте за ваші маунтенс, ваші гори. Які вони гарні, стройні, сильні. А Біблія твердить, що благословіння твого батька, це б то тата і мами так само, це дуже важливо. А що стається в нашій славянській культури? Що батьки йдуть, тато йдуть на роботу, зробити на хліб і для колбаси. А мама виховує дітей, сама одна. Молиться з ними, ну, кормить, стреляє, міє. Все зрозуміло. Але виховування в ювєрецькій культурі так не було. Бог сказав чоловікам, що вони є священики вдома. Бог сказав чоловікам, ти навчай твого сина. Коли? Вранці, коли ти вечеряєш. Коли йдеш в дорозі. Коли сидиш біля хати. Коли встаєш. Коли лягаєш. Відповідальність за духовний стан і знання Біблії. Це не відмами в єврейській культури. І вони чотири тисячі роки зберегли національність. Зберегли саме пізнання. Зберегли Боже слово. І вони вивчають на пам'ять книги псалмів. 118 псалмів. Кожна дитина до 12-14 років релігійних сімей повинна знати на пам'ять 176 віршів. І тато навчає їх. Добре, батьки, не гнівайтеся на мене, бо вже я загубив половину нас. І моя дружина працювала як медсестра, то я мав більше нагоди. Коли вона працювала від 3-ї години по 11-й, я мав стелити ліжко для хлопчиків і дитину свою. Я мав їх купати, кормити. Саме для мене любимо було молитися з ними і читати Біблію з ними. І ви знаєте, мої сини не пішли у світ ані день. Моя донечка не пішла у світ. І вони вибрали вірюючих чоловіків, чоловіка і сестер для жон. І знаєте, водне хрещення вони просили в 14 років. Чого? Бо ми разом з дружиною і вона також брала участь. Вчили наших дітей. І я написав книгу на цю тему. Особливо. Не хочу перейти на другу тему, але запитаю вас. Хто найкращий батько у Біблії? Хто сказав би і Йов, бо молився за дітей в перший розгляд? О, супер! Чоловий приклад. Ну, не Петро. Бо, ну, Петро, він мав свої нюанси. Давид був не дуже добрий батьком. Вже при кінці життя він дещо навчився. Хто? Ви знайдете відповідь в Луки, 15 розділ. Третя причта. І тут Ісус нам дає відповідь. Що найкраще батько, що ми бачимо в цій Біблії, цей приобраз Бога Отця Небесного у виді батька загубленого сина. Чи ви згідні зі мною? Читайте, як цей тато не тільки відпускає дитину робити рішення, бо вже його не може зупинити. Однак син піде. Чи дати гроші, чи не дати, ну це кожен має рішати. Але як він його прийняв? Ми даємо наголос на хлопця, а Бог дає наголос. Ісус дає на батька. Бо причта не йшла про монету, про овечку, про сина. Причта йшла, чого Ісус разом їсть з грішниками. Бо він каже, якби ви власником овечки, ви думаєте про овечку? Коли ви хазяйка грошей загубите, ви думаєте про грошей? А що, про що думає Бог? Про тебе, про мене. Він найкращий батько. І книга в третій частині книги говорить про отцівське серце Бога. Втрох мова. Вибачте, я не думаю так багато зайняти місце. І маю чолову перекладачку. Вона мене буде перебивати. Перекладати. She's my interrupter. Interpreter. А, любите музику? Я заспівати не можу. Але тут є чотири диски і одна аналізка. Вони десять. Книга, п'ятнадцять. Десять. Амен. Пропаганди хватит. Бог працює. Бог працює. Бог працює. Бог працює. Бог працює. Бог працює. Вы чуствуйте Ебо присутствие на це місце? Я люблю. Господь положил слово на мое сердце. Бог працює. Можете включить. Мой вопрос, может ли человек летать? Да, нет. Может ли человек летать? Что вы думаете? Мне нравится спрашивать вопросы. Да, нет. А, see, somebody's listening. Кто-то слушает. Кто-то сказал, на самолете кто-то сказал. Нет, человек сидит на самолете. И пилот летит. Да и нет. Мы можем лететь в самолете. Но мы не можем лететь сами. Махай не махай, it's not going to happen. Правда? Но. Я хочу, что этот вопрос был перед нами. Можешь ли ты летать? Могу ли я летать? Почему я спрашиваю этот вопрос? Ну, давайте я вам сделаю немножко вступление. Когда Иисус хотел научить своих учеников какую-то истину, Он брал простые домашние вещи, И показывал их как пример. Например, какие слова Иисус использовал? Он говорит, я есть дверь. Подождите, подождите. Вода, соль, вода, соль, light, they're physical things. Но когда Иисус говорит, я есть дверь, У него нету ручки или крючков. Нет. Это образная речь. Поэтому не берите буквально. Вы должны посмотреть на функцию и правду от этого символа. Иисус есть дверь к Богу, дорога к Богу. Я есть дорога. Он не есть какой-то привезь. Он просто вход. Я дам вам еще другой пример. And a third example. Третий пример. But we can all make the mistake. That we see, I am not that. But you'll understand the truth behind the example. Now we have it. Okay. Now we don't have it. So just, if you have to reboot everything, you reboot it, and I'll just give the introduction, then we'll go ahead. So, технология хорошо, если она, конечно, работает. Would you like a freshness in your spiritual life? Do you want to see more of God's power in your prayers? Fathers, do you want to have more authority in your words to your children? If you preach or testify, do you want to see more fruit from your ministry? Do you want to see more results in your life? Then this message is for you. And we find our main verse, Isaiah 40, 31. И наш главный стих записан в Исаии, 40 глава, 31 стих. Isaiah 40, 31. And I'll read it. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up or rise up with wings. How? Like eagles. And then it says, they shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Now, are we eagles? We are like eagles? No. Do we have wings? We can fly on an airplane. And you know, the Lord gave me this illustration to explain to you how flight takes place. And I'm going to say, God gives me this illustration to explain to you how flight is possible. Now, there is a law called gravity. There is a law called gravity. Zacon of protection. Yeah. I've said, I see. I've said, I've said, I've said so. Thank you. если я сейчас эту бутылку брошу оно притягивается притяжение это закон но люди узнали что у птиц есть другой закон как они летают это такой же самый принцип почему мы делаем крылья для самолета быстренькое пояснение next time you're in the car do this experiment но осторожно open your window put your hand out if you put your hand 45 like this going 40-50 miles an hour the wind will hit your hand and your hand will rise here it is again you're in the car the wind is hitting your hand and your hand will rise by itself но если вы поставите вот так прямо она будет стоять так же сама как и была но немножко поставьте на низ и ваша рука пойдет вниз это как летают самолеты это как летают птицы еще один если вот так поставите оно его потянет в эту сторону если туда поставите оно потянет его в другую сторону wait a minute are you preaching about airplanes or about the Bible hey послушай ты проповедуешь о самолетах или о Библии the Bible because you will see that I'm not preaching to you about eagle's wings что я не проповедую о крыльях орла I'm not preaching to you about airplane wings я не проповедую о крыльях самолета I'm preaching to you about the wings of faith я проповедую о крыльях веры что сделает вашу веру что поднимет вашу веру что опустит вашу веру сейчас мы это узнаем здесь мы видим просто пример это не то о чем я говорю но крылья веры это о чем я хочу говорить что делает то что орел может лететь и если вы заметите они не так часто махают своими крыльями но как они летят они выпрямляют свои крылья и не прилагая никаких усилий но что помогает им идти выше, выше и просто кружить я думаю Исаия, он увидел эту картину и Дух Святой дал ему понимание что что-то делает, что эта птица поднимает выше и выше и следующий слайд нам покажет орлы, они ловят такой ветер который называется термал или такой тепловой поток горячий воздух поднимается холодный воздух опускается и Бог дал им мудрость что они знают где этот горячий поток идет вверх это не их сила это не их какие-то усилия все что им нужно это расправить свои крылья и горячий воздух этот горячий поток он их поднимает выше и выше и они могут подняться на 3 мили вверх это почти 5 километров 15 тысяч футов и они даже не махают своими крыльями они просто парят как это было бы если бы мы были похожи на этих орлов и вы знаете это сила и она не физическая это Божий ветер потому что наша сила она нуждается в нашем усилии даже с орлами когда орлы махают крыльями им забирает на 20 раз больше энергии чем когда они парят и вот я думаю о своей роли вот я проповедник вы отец или мать все что мы делаем только с человеческими усилиями оно берет 20 раз больше энергии но если у нас есть сила Божья в нашей жизни прощение грехов присутствие Божьего ветра что есть Божий ветер Дух Святой и когда мы даем чтобы Он поднял нас чтобы Он вдохновил нас учил нас мы начинаем парить не с нашими человеческими усилиями махать я не хочу критиковать но я слышал много проповедей когда говорят о том как хорошо махать своими человеческими усилиями но насколько лучше это когда Бог нас подымает второе если орел может летать на 15 тысяч фут у них такое зоркие глаза такое хорошее зрение 8 раз лучше чем наши человеческие Бог видит намного лучше со своей высоты мы видим с земли если Бог нас поднимет на немножко какую-то гору мы уже видим больше но мы можем видеть только то что видит Бог кстати вы знаете что мы на самом деле не видим весь этот мир какой он есть по-настоящему мы смотрим на мир такие какие мы есть через наши глаза у нас у всех разные глаза у нас у всех разные глаза возьмите два русского три украинца и они будут видеть разные вещи потому что они видят через свое зрение через свою культуру это как мы видим это как мы видим и очень часто есть какие-то препятствия или то что-то что меняет истину например девочка влюбилась в мальчика и она уже представляет себе такое будущее и он женится на другой он обещал ей и обещает ей и вот одна счастливая а у другой разбитое сердце как эта девочка у которой разбитое сердце смотрит на мальчика через глаза своего что с ней случилось и может даже через это зрение боли расстройства что с ней произошло но все мужчины такие же нет не все есть такие которые вот так поступают но есть и хорошие мужчины и вот когда мы приходим к Иисусу мы не видим жизнь такой какой она должна быть мы видим это то как это было для нас но как Павел на своей дороге второе куда он шел вот эта пелена упала с его глаз потом он был слепой и потом Бог его опять исцелил и Савл стал Павлом когда мы видим вещи из Божьего перспективы из того как он смотрит мы не видим вещи как мы были или даже как мы сейчас мы уже не видим то какие мы были или какие мы сейчас являемся как орел мы видим настолько больше и Господь показывает нам и Он показывает то кем мы можем быть мы видим падение мы видим боли мы видим разочарование но Бог говорит знаешь что я вижу в будущем если ты мне дашь крылья своей веры я тебя подниму и твои глаза увидят то что ты никогда не видел ты увидишь будущее ты увидишь надежду слава Богу это что Бог хочет сегодня сказать вам в это утро вы смотрите своими человеческими глазами или как орлиными глазами или с Божьим зрением с Божьим видением и это называется мудрость нам всем нужна мудрость от Бога третия орел он не всегда летает иногда он просто сидит и ждет как это правда иногда ему надо ожидать днями я должен быть с вами честен для меня ожидание это самая тяжелая вещь в мире I hate lines мне очень не нравится это мне нравятся очереди перейду на украинскую одно разу мы были в Украине за часы Радьянского Союза черга такая была далеко для молока ну я маю черную штуну белую сорочечку то я став занял очередь по-русски чергу дійшла моя черга дайте будь ласка литра молока нету я говорю тільки шо водоле закончилась молодой человек нету я сказала я думаю я тут в очередь пів години и немає молока немає мы из Америки а вы из Америки есть это настоящая история мне не нравится ждать мне не нравится трафик пробки мне не нравятся очереди но Господь учит нас быть терпеливыми за два года я страдаю на протяжении двух лет я страдаю заболеванием как в горле голосовые связки и уже последние шесть месяцев очень тяжелое не только я жду но моя жена тоже ожидает потому что это ограничение на мое здоровье я не хочу много слишком деталей но это настоящий пример вчера было хорошо но сегодня мне уже сложнее и это учит меня что когда я слабый Бог все равно сильный не думайте что у проповедников нету никаких проблем и я уже пошел к семи специалистам все говорят это не легкие это не желудок это не твое воздушное это не твой мозг это твои голосовые и мои очень сухие и закрытые когда я хочу дышать вот так оно чувствуется без деталей я был в медицинском на скорой и я уже думал что я пойду на небо я готов Господь возьми меня мои жители и родители будут очень грустны они так закрылись что я мог еле-еле дышать я говорю Господь либо исцели меня либо забери меня но не было никакой но не было никакой сдвигов и через несколько минут они должны уже были прийти взять меня поставить дать мне кислород и делать какие-то там процедуры и вот в моем таком разочарованию я сказал Господь дай мне свое слово я не понимаю Езекиил 37.3 Езекиил 37.3 я не знаю что в Езекиил 37.3 но Господь положил на мой разум и вот я открыл свой телефон Езекиил 37.3 и я прочитал то что Бог положил этот стих во время такого состояния стих 3.4.5 и сказал мне сын человеческий а живут ли кости сии я сказал Господи Боже да знаешь это давай далее и сказал мне из реки пророчества на кости сии и скажи кости сухие слушайте слово Господне так говорит Господь Бог костям сиим вот я веду дух вас и оживете а на английском дыхание дух и дыхание the same word и будешь жить аллелуя я думаю вы намного больше радостнее что я здесь с вами и что я не умер какая это радость для меня что во время моей скорби моей нужды мои крылья были слабы но божий поток горячего воздуха поднял поднял мой дух и сохранил мою жизнь я говорю я не планировал это говорить но я еще полностью не исцелен но Господь хочет исцелить меня я слышал этот стих от пяти разных людей в пяти разных местах которые они говорили его мне я дам вам последний пример мы были на молитвенном служении маленькая старушка была возле меня не с моей церкви я ее не знаю такая прекрасная старенькая бабушка и она помолилась за меня и вы знаете что она помолилась? она положила свою руку и она сказала Господь дай этому человеку жизнь в его сухие кости дыхание дух я подумал как она знает? она меня не знает она не знает этот стих что Господь уже мне дал его персонально то я спрашиваю вас это Бог? или это просто совпадение? это Бог и это что я хочу для вас что во ваше время когда вы как орел сидите на этой ветке и вы ждете сколько раз псалмист говорит Богу Господь когда ты придешь ко мне? Бог говорит я приду к тебе я верю в это аминь но когда? а это когда мы ждем Бога те кто надеются или ждут Бога они поднимут крылья как король аллилуйя я проповедую это себе в это утро это для меня Дух Божий меня вдохновляет потому что Бог не может поменять Своё Слово Господь не есть человек чтобы Он обманывал но человеки люди которые меняют Своё Слово меняют Своё Слово если Господь сказал Он это сделает если Он не сказал если Он сказал разве это не случится я жду Господа Слово ожидать по-еврейски это как кавах это значит взять две разные вещи и соединить их как бы склеить вместе что же это имеет общего с ожиданием но это всё имеет те кто ждут Господа это не считая только время но такая близость что в это время ожидания это не ты сам один это не Бог без тебя нет стих который говорит ожидайте Господа что ты ждёшь Бога и это тебя приближает ближе к Нему и когда твой Дух и Дух Бога они соединяются результатом будет это крылья веры мы очень часто слышим о вере о тебе нужна вера 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 я обнаружил что просто говорить это это ещё не значит что так оно и есть то есть ты будешь говорить 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 и оно случится это не случается от слов Бог Иисус сказал своим ученикам не имейте веру в Бога у дьявола даже есть вера в Бога демоны веруют они знают что это правда но они не каются это не помогает им вера не может их спасти что же есть вера Иисус сказал имейте веру Божию вера приходит от Бога но куда она идёт куда она идёт эта вера хочет найти место в твоём сердце и в моём сердце когда мы находимся в состоянии ожидания в моём примере или в вашем примере мы молимся о чём-то и мы хотим чтобы Дух Святой этот воздух поднял нас и когда мы ожидаем и мы не расстраиваемся и мы благодарим Бога и мы славим Его тогда Бог даёт свою веру и она поднимает нашу веру и оно растёт вот принцип Бог может сделать даже без нас аминь да Бог есть суверенный мы можем человеческими усилиями это доктора операции какие-то усилия но когда медицина и операции не могут помочь нам нужна Божья сила вы согласны? нам нужны Божьи решения we need God's wind and God's faith to find a place in our hearts so it's not God without us it's not us without God in this time of waiting we get closer to the Lord you know that that's a when we have troubles we get closer to God когда у нас проблемы мы приближаемся к Богу и когда вы видите страдания в себе или у других не автоматически не говорите Бог тебя наказывает that's what I said God is punishing you if I switch you switch Господь тебя наказывает it could be sometimes может это и это иногда случается так и вот когда я проходил эти трудности я думал может быть это что-то что я сделал в прошлом но это точно что я что-то сделал в прошлом но Бог сказал нет, я тебя уже простил не иди и не ройся в своих старых грехах и не приноси их обратно к Богу а, хорошо ну почему я тогда страдаю ну почему я тогда страдаю и в английском это 34-й псалом 33 в русском много скорбей у праведного но от всех их избавляет Господь о, какое-то утешение что Господь не наказывает меня Он проверяет но это уже другая проповедь и я надо быть осторожным не уходить от темы а вы спешите сегодня это может взять еще час Эсти, два часа но она говорит нет она мой менеджер говорит все, хватит я шучу, она прекрасна тяжело ли вам ожидать? 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 yes I think all of us я думаю все мы let's go to the next slide next slide number four God uses obstacles difficulties trials problems opposition противостояние почему он это делает? давайте вернемся к орлу как орел летает? он летит туда только где есть какое-то препятствие о чем ты говоришь? скала, крутая скала такая прямо орел не может лететь в гору то какая цель вот этого препятствия для орла? это вообще скала она делает, что этот горячий воздух начинает подниматься как это возможно? горячий воздух и вот когда этот горячий воздух упирается в эту скалу куда он идет? потому что он горячий и он начинает лететь вверх что самый лучший ветер для орла это там, где есть скала вы понимаете, о чем я? так что ветер летит упирается в эту скалу в эту препятствие и идет вверх и все, что орлу нужно это ждать пока он увидит вот этот горячий воздух и он прыгает в этот поток и ему не надо махать крыльями все, что ему нужно это просто прыгнуть в этот горячий поток воздуха и этот горячий воздух поднимает его выше и выше и тогда он поворачивает немножко и по большим кругам парит но смотрите не на той стороне скалы там, где нет горячего воздуха но где ветер упирается в это препятствие и идет вверх это почему Бог позволяет приходить этим препятствиям трудностям и испытаниям чтобы мы можем найти и увидеть, что делает Бог когда Его Дух Святой движется и мы не летим нашими силами и мы не проповедуем только благодаря нашему изучению но так как я проповедую вам сегодня Бог учит меня тоже и это моя молитва научи меня своим путям дай мне увидеть то, что видишь ты со своего места в моих трудностях Господь сегодня подними мои крылья как у орла и Бог показывает вам живой пример как доверять Богу через меня какой это урок для меня я бы очень хотел чтобы это было легче я бы очень хотел, чтобы это было легче иногда это сложно но это лучшая лекция сейчас, следующая слайда вот вопрос можем мы летать, как орлы? кто-то скажет, нет у нас нет крыльев но если человек сам по себе не может летать но вы знаете, что это? вот это такие крылья которые люди сделали сами с алюминиевыми трубами и там есть провода и человек может их контролировать вверх, вниз по бокам и когда он слоит вот эту волну ветра он может летать но я хочу предупредить вас сразу пожалуйста скажу еще несколько раз мы славяне очень такие практичные вот слово в слово вы можете подумать идите купите себе такую вещь и прыгайте со скалы нет, не делайте это потому что мы вас увидим уже там на низу скалы я тоже там буду для этого нужно очень много способностей и очень много смелости я еще раз повторю по другому моя проповедь не об этих крыльях моя проповедь не о орлах моя проповедь о крыльях веры что я и ты должны иметь точно так же как Иисус взял соль, воду, виноград как пример я использую вот этот пример спорта в своей проповеди еще одно еще одно я знаю there's always that person who will go out of the church this morning and say да ведюк проповеду про який скалы кто англаз что в Библии не ма того вы не увидите вот такой препарат что нам нужно для того чтобы вот так полететь как этот человек в этом спорте они идут и покупают эти большие крылья им нужно найти этот горячий поток воздуха который будет подниматься вверх им нужно найти крутую скалу и самое главное им нужно знание как это делать не только как спрыгнуть но как все-таки находиться в состоянии этого полета и только люди с большой храбростью могут это сделать now let me tell you I have seen this with my eyes давайте я вам скажу я это видел своими глазами in Pacifica California above San Francisco San Francisco в Pacifica в Pacifica в Pacifica в Pacifica в Pacifica в Pacifica this was Pacifica и океан and so then we saw these guys and you'll see as I show pictures they had the equipment they had people helping they had a мешок a bag that they put their legs in у них у них такой был мешок куда они ложили свои ноги после того как они бегут и прыгают я подумал эти люди какие-то сумасшедшие они спрыгивают со скалы и они бегут бегут это тысячу фит вниз и мы смотрели на них и они полетели и они просто так по кругу кружились и шли вверх потом опускались вниз и как только они вот эти шнуры на себя притягивали и ветер подымал горячий воздух подымал и они шли обратно вверх полчаса никакой усилий никаких маханий человеческих они просто в тишине парили поворачивая вверх вниз мы стояли смотрели и смотрели и Господь проговорил ко мне и Бог дал мне это слово нам нужны крылья веры и иллюстрировал то что я вам показывал в этом примере когда вы хотите что-то новое в своей жизни в вашей семье в ваших молитвах не молитесь тем же самыми молитвами которыми вы всегда молитесь дайте я вам покажу пример это как я молился раньше молюсь Богу спасибо спасибо хвалю Его и потом вытягиваю свой список людей за которых я молюсь и все нужды так же как вы идете в магазин нужно яички соль муку и мы даем Богу этот список в магазин это как мы молимся и потом говорим Господь да будет воля Твоя аминь аминь и мы не слышим Бога и Бог не говорит к нам мы говорим Богу что Ему делать сделай это благослови это то кто Бог мы или Он сейчас я начал молиться по другому я славлю Его я благодарю Его вначале и перед тем как я что-либо попрошу я говорю Господь о чем Ты хочешь чтобы я молился и я прошу Божьи молитвы если Бог хочет сделать что-то и ты спросишь что ты хочешь сделать и Он приводит на разум какого-то человека или какую-то тему или что-то на ваш разум это случилось столько раз молись за этого человека сейчас молись за эту ситуацию молись за эту ситуацию сейчас и сразу в то же время где-то далеко кто-то молится и просит Бога за ответ Бог говорит апостолу Петру Бог говорит апостолу Петру когда он молился потому что другой человек молился не еврей не верующий в Иисус а римский офицер корнилий и он просит Бога которого не знает но Бог услышал его молитву и Бог говорит Петру и Бог говорит Петру что Петр молится два человека молятся и Бог соединяет их в одну молитву один ищет Бога что не знает и другой человек который знает Бога говорит ему иди в дом этого человека иди в это место потому что там молится человек и я выучил места в которые Бог посылает слова которые Бог дает мне потому что кто-то где-то молится человек из Македонии молится пошли кого-то и Бог посылает туда апостола Павла не иди туда и Дух Святой говорит не иди в Троас ну куда мне идти и человек приходит и говорит иди в Македонию вы хотите молиться Божьими молитвами? измените свою молитвенную жизнь и скажите Господь не благословляй то что я говорю тебе благословить скажи мне то что ты хочешь делать и я знаю что твое благословение будет на это аминь я надеюсь что у вас будут эти крылья не только вашей человеческой веры но веру которую Бог хочет дать вам и он хочет дать мне и мы увидим чудеса потому что мы не можем летать но имея крылья веры Бог может нас поднять если мы ожидаем надеемся на Господа мы приближаемся к Богу и Он как слепляет нас вместе и мы не молимся только нашим человеческим понятием молимся нашим духом молитвами Божьими первое что нам нужно это вера вот эти люди у них человеческая вера они верят они верят в закон аэродинамики что же такое вера? настоящая вера это когда мы полностью зависим от Бога и если мы не верим и мы просто прыгаем что с нами тогда случится? мы на сто футов пойдем вниз и по дороге вниз мы будем пытаться махать, махать но ничего не поможет и мы просто разобьемся но если это Бог и это вера которую Бог дает тебе нам даже не надо будет лететь the Spirit of the Lord the wind of God's breath lifts us up above our problems and we see what God sees we wait on the Lord and His time I repeat His time is always perfect I'm preaching to myself this morning я это проповедую себе в это утро God is never late Господь никогда не опаздывает Господь опаздывает никогда Бог не может прийти раньше но Его время намного лучше нашего времени мы говорим сейчас прямо сейчас я хочу сейчас Бог говорит я могу это сделать но Моё время это намного лучше I better wait there's something more that you want to teach me окей хорошо Господь я буду ждать есть вещи которые ты хочешь меня научить давайте я вам дам еще один пример потому что проповедовать без каких-то примеров и без жизни того о чем мы говорим мы записали 27 альбомов это все для славы Божьей на протяжении 50 лет те же самые люди которые начали с нами они же и закончили моя сестра Роза Попович Давидюк моя сестра Роза Попович Иван Попович Павло Ханевич Павлик Ханевич and I started at 16 Геордж Давидюк и я начал в 16 лет Геордж Давидюк one more moment одно раз где дедушка пришел на меня Давидюк я любил когда твой папа спевал такие песни я говорю какую песню такую такую песню он сказал когда я был молод я слушал как твой папа спевал я говорю мой папа не спевал он проповедовал он с мамой спевал но он не брал на день но, но, но это когда я был молод а какая песня такая песня пойдемо мы там я говорю это 70-й год и это не папа это я как дедушка был молод то он постарил и я постарил то, о чем я хочу сказать что Бог сделал это Он сделал все это время и мы нашли секрет если ты делаешь что-то для Бога не экономить не смотрите на самый дешевый способ хорошо, когда можно сэкономить но хорошо тоже когда мы платим полную цену давайте я возьму пример скинь я в пустыне снаружи она смотрелась очень дешево шкуры животных кожа белый материал для забора altar of cheap metal bronze and the wash of bronze brass с бронзой жертвенники человек смотрит на эту скинь она маленькая вы знаете размер скинь 15 feet by 45 feet 15 by 45 the holy of holies was 15 by 15 by 15 your walk-in closet is bigger than that maybe not yours I don't know and God comes to such a small tabernacle but when you go inside gold silver on the breast of the священнические 12 the most valuable expensive large stones of great value and precious emerald ruby maybe diamond the 12 tribes of Israel and you go to the golden altar of incense and you see this golden the highest skillful artist made the frankincense myrrh I could go into details I won't send me okay I just want to get it over with but they say you cannot copy this this is only for God so expensive frankincense and murray valuable and it's burnt up burnt up for who for God hallelujah did you know your expense is for God it's not for pokazuh or showing off to people it's for God and so the Bible says how can you live in beautiful homes when my my house is simple well that's another subject so now to the point I want to make I began to think about the music now our voices are what God gave us and they're limited but we could put good music so we went to the best musicians in America New York Nashville Los Angeles and we hired paid money piano bass guitar acoustic guitar electric guitar drums 60 to 80 dollars an hour 10 12 15 15 hours just for the basic music and then you pay for studio time 75 dollars an hour and it takes so a project can cost 10,000 to 20,000 I may be criticized for telling you the dollar amounts but there's a purpose you can take a cork and that can make all those instruments and you can make a CD for for $1,000 you will save money and one CD will sell for $10 for the cork and the other CD will sell for $10 but it's for God and people enjoy what we do for God amen example that has 24 tracks every voice on a separate track every instrument on a separate track choir voices symphony orchestra church bell and then you mix it more time I spent too many times in the studio hundreds and hundreds and hundreds of hours but brothers and sisters it's for the glory of God and you enjoy the good music my point is this for you whatever project you do whatever church you will build you don't have to make it of gold or silver but make it of quality somebody say amen buy microphones buy quality hello buy bigger screens when it's your church I'm not telling you what to do yes I am but do it for God I still didn't get to my point here's the point what point so one day I was praying with a prayer partner every Thursday we would pray and so I'm praying dear God can you help us to have the money to do a new album we're gonna need ten thousand dollars for the first five instruments and something is wrong I felt like prayer is not accepted hit a wall so I said Lord did I say something wrong out of the will of God and this is what God spoke to my mind you just you could say it's my own mind but I don't think so so you want me to send you money before you go to the recording and then you will go yes to pay the musicians and God said that's not faith faith is when I tell you that I want you to go to those musicians and you trust me that I will send you that money but first you have to jump and I thought of this hang gliding where God put it on my memory and they would take a run and they would jump and one of two things will happen they will fly or they will crash I said ah yes God that week I called thank you so much the producer the piano player the studio time and we made a date two months in advance gather all the musicians and we will do a new ten song album in Ukraine and we will do a new ten song album in Ukraine wings of faith wings of faith I'm gonna jump the wind is gonna catch me and we will fly or die or die we are let me see go back you went too far I didn't tell you to go there go back go ahead hit it again ah number two see that number two no go ahead number two support on the ground so these are the people that God will send you to help and that's the that's the for you it's your deacons and your your personnel and your workers in the church that's the support this is the finances I believe you should support your pastor full time that's not a Soviet model or you'll be you have to work we all work I'm gonna work so you sit down at a desk and just write sermons okay a man works 40 hours 60 hours when does he pray when does he prepare you know these messages take me hours and hours it's for God and it's for you anything quality anything takes time takes work sweat preparation and blessings from God listen accept it or don't accept it he was ears let him hear but the spirit not David is saying to your church pastor do not tell me to say these things he might even be embarrassed or maybe he is supportive but I say but I say to you that my church and union supported myself and the ministry for 10 years and we had great blessings we supported missionaries we started with one and by 10 years we had 30 missionaries we gave every month постоянно 200 250 dollars a month and they gave us reports of what they did on the mission field we had a radio program 50 to 60 thousand dollars separate from that budget why because we had support people we didn't have wealthy people normal like you такие же как и вы okay so go to the next slide did you know that to go in the space program hit it twice that for the rocket one more time for the rocket with three people to go to the moon three people вы знаете что космическая программа исследования чтобы три человека поднялись на луну three people were supported by hundreds and hundreds of computers and ground personnel measuring every part of that effort to reach the moon чтобы трем людям подняться нужно были сотни и сотни рабочих на земле и всякого оборудования чтобы их поддерживать I'm moving fast now because I took a lot of time number three that's team ministry we need good equipment нам нужно хорошее оборудование now here is the the wings on his back and here is the мешок where he will put his feet вот вы видите это крылья которые на его спине и этот мешок который будет поддерживать его ноги и вот вам вопрос если вы будете доверять вот этому оборудованию вы хотите купить его на распродаже вы хотите купить уже когда оно было попользовано вы хотите купить его с Китая вы понимаете о чем я вы будете лететь с этими вещами что бы я купил что бы вы купили самое лучшее next one and that's why it's quality for the church next one go 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 and number four что нам еще нужно we need wind нам нужен ветер I explained that earlier we need the presence of the Lord we need to know his heart нам нужно знать его сердце but how can we know his heart the Bible will tell us and he'll whisper it to our spirit to our heart pray for the pastor pray for the sister pray for that broken heart you see how did people write the Bible you know did they just sit down and start writing no they prayed and the Holy Spirit at that time Old Testament the Psalmist David and New Testament over two thousand years на протяжении две тысячи лет forty different people authors what did they write what the Holy Spirit breathed and Paul explains this that scripture the words of God they're God breathed inspiration but not just all God and all man it's God speaking through the personality of Apostle Paul Peter James Luke это Бог который говорил через персональная experience или персональную жизнь вот этих учеников Павла Петра Лук you can tell their personalities и мы можем увидеть их характер so God's Holy Spirit next slide I love this verse it says with great power the apostles not only preached and gave witness of the resurrection of Jesus but great grace was upon them I want to talk about one minute what grace is for those of you that are looking at the clock it's 2.45 I will be done by 3 o'clock deal or no deal because I don't want to go past your ability to sit down on that good place because then my words look over your head but I'm not here often what is grace oh God's mercy yes what is grace oh it's favor from the Lord we don't deserve yes God's riches at Christ expense acronym that God just gives us that grace okay all true but that still doesn't help us to understand what grace can do in our personal life our choices and the success of anything you do for God you will find the definition of grace and I didn't write it down so I'll tell you Philippians 2 13 what is grace it says for God is working in you inside of you both to will and to do his pleasure or his will says another translation the third word is a mistranslation it actually means to do the will of God let me put it into simple language grace is two things that leads to God's one thing grace is desire that God gives you number one desire number two power to do what what God wants God will so let me put in a sentence and then I'll illustrate it God gives us the desire and the power to do his will that's Philippians 2 13 and for me that's the best illustration of grace let me tell you a story and I'm looking at the clock so we're good Christmas time 20 years ago my daughter is 10 years old one week to Christmas and she's crying Larissa why are you crying the boys have a job and they have money and they bought you a gift for Christmas I'm a little girl I have no money I want to buy you a gift my daughter has the desire to bless me to do my will but she doesn't have the power so I the father gave my daughter 20 dollars daddy you're the best Christmas comes I don't know if you remember Esty but she gave me a little box with a ribbon I open it this is for you daddy a black flashlight Larissa that's what I want I just know the boys are like where did you get money I'll tell you my daughter had the desire but not the power and I gave her the power she did not have to do what pleases me let me illustrate that with grace we were saved by grace there was a time you didn't have a desire to see God I didn't have a desire and God began to touch our heart and we began to think about it but we had no power a drunk cannot stop drinking a drunk addict he wants to stop he has no power to stop but when we come to God and we repent God gives us desire and the power and the miracle of salvation somebody say amen okay we are saved by grace but Peter says we have to live by grace so don't just say oh I was saved and that's it I need grace to preach to you today I have a desire my voice did not have the power who gave me the ability that I'm continuing to preach and better and better and better and better who did that? the wind of God and my wings of faith because I jumped to the pulpit and I hope that I didn't crash for you next slide risk go ahead next slide you have to jump I made the appointment for the musicians one month before nothing one week before nothing I'm getting nervous I have a airplane to take to Nashville five professional musicians are in the studio waiting in one week I have no money God said to do it I obeyed and one no three days before four I had a conversation with a man who says how can I help you I told him he sent ten thousand dollars and when I finished recording the album is called Shumni Voda the best musical album we did the most beautiful music strings brass a hundred seven a hundred ten separate tracks twenty nine tracks of mandolin I know a lot of detail I'm a detailed person those who like details you love it those who say get to the point you have to wait amen my wife is praying right now I get it and you know what God did it it's okay number six I have six minutes left so don't get nervous there is risk oh excuse me I guess you went too far number six wisdom it's not enough to start you have to finish now God will not left yeah God will not leave you over there when you jump you fly you do the ministry you do the ministry the problem is solved now you return and you have to keep flying and he who keeps his faith to the end shall be saved amen how many people start well and then a catastrophe in their ministry or in their family or in their marriage the Bible says live with the wife of your youth that you love don't leave your nest don't go to the streets and God is speaking to someone this morning because he knows your life he knows what you text he knows who you're speaking with and he's speaking to you stay with the one that you loved that day many years ago so not only your start but maintain and the last points number seven go ahead click it go ahead click it you gotta have courage click it it's time to commit go ahead all of it so ask God for that word ask God for that prayer ask God what do you need to do to do his will and you know what happens that we get nervous we're going to ask me to do something I don't want to do so you're putting faith in human emotion that's called fear don't fear man fear the Lord and what is the fear of the Lord to be afraid not to do God's will I want to do God's will do you want to do God's will do you want to do God's will do you desire to do God's will do you desire to do God's will now today was about power about wind about wind wings of faith our wings with God's Holy Spirit obedience and trust and knowledge and wisdom don't jump if God doesn't say to jump you will crash don't make foolish decisions and I could give you examples but I won't commit to what God is putting on your heart to do last slide go ahead click it all fly for God's glory everything I told you today everything every detail I did not tell you for vain glory of man I took a risk and told you prices so you would understand the level of faith needed to do so many albums over so many years with such musical quality you could do it for cheaper you could do anything in life economically and there's a place and there's a time to do that for yourself but for God we have to pay a worthy price in one minute left a woman gave perfume and one of the disciples Judas said it's a waste God said leave her alone she has done beautiful thing and when you pay the price God will smile hallelujah he will say that woman that man they are not counting the price they say I'm worthy Jesus is worthy of 300 denarii Jesus is worthy of a new church Jesus is worthy of everything that we do Jesus is worthy with our pain with our troubles with our sickness Jesus is worthy let us rise I want to ask you to pray what did God say to you pray talk with God hallelujah 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 we worship you God we worship you we stand in your presence I hope every word that I spoke was to honor you and not be afraid that was not just my emotions for spirit oh father I love you and I thank you Jesus oh I worship you Lamb of God I bless her name thank you for my translator for her heart Lord bless her family her children her choices and her future bless this church Lord hallelujah I say God благослови her church God благослови pastor благослови благослови IV 모�频 utes of the vehicle and dikes благослови bатьки благослови благослови мам благослови детей детей их their children którym Боже, мы кличем до Тебе, что без Тебе, то, что мы делаем, не то, что мы могли бы делать без Тебе, а то, что Ты делаешь через нас, оно будет благословенное, оно будет успешное, оно будет пледное, оно будет сочное, как дерево посадено біля реки води живой, что черпает эту водичку, и листья всегда зеленые, и плед для Тебе. Господи, увейди в Твой садок, как пісня пісней, увейди, нехай фрукти будут для Тебе, нехай ці пагоши від наших квиток для Тебе, нехай вони будуть благовинням перед Тобою, нехай Ти, Господи, маешь вподобу у наші молитви, у наші просьби, у наше послухання, де ми слухаємо Тебе, де ми покирливі, де ми віддаємо себе, як жертву живу. Де ми виливаємо наші пахощі перед Тобою, парфум, де виливаємо воду, як ці воїни дали для Давида, і він не пив від цієї води, він сказав, я недостойний, він вилив на землю. Нехай наше життя буде вилите, але, Господи, воно не буде марно тратством, воно буде перед Тобою великою жертвою, приємною, як в Римлян 12, 1 і 2, щоби повіддавайте ваші тіла, як живу жертву. Колись приносили баранів і ягнят, а тепер ми себе приносимо. І сьогодні прийми нашу жертву, нехай воно буде святе, нехай воно буде приємне, нехай воно удостоїться бути прийнятим Тобою. Не так, як Каїн. Він дав, що він хотів, і ти його не прийняв. Ось, скільки молитв, ми молимо, ти не приймаєш їх, бо ми не каємося, ми обманюємо себе, ми вірюємо багато років, але не знаємо так, як один чоловік, ти сказав, що він молився сам до себе, а цей, який був грішник, бив себе в груди, він сказав, помилуй мене. І він був чесний перед Богом, визнав свій гріх, і ти прийняв його молитву. І він пішов додому оправданий, а цей другий молився тільки сам до себе. Нехай наші молитви досягнуть неба для слави Твоєї. І те, що, можливо, і не знаю, сказав, що не потрібно було, стери від людей, стери від пам'яті. Ну, вже від відео не стереш. Але, Боже, слава, нехай буде тільки тобі, як Бог Отець, Син і Дух Святий. Дякую вам, можете присісти. Я без тебе, безсилий, Господь, наче скутані руки і ноги. Десь поділись потрібні слова, і схилилися мої дороги. Я без тебе, мов, вітка суха, що тримається ледь-лед до клена. Вона ще в висоті, ще прилипла до крові, та не вкриться лисям зелу. Я кричу і плачу, голос надриваю, що робить не знаю, я висмені вагаю. Поможи, остань, ще надію мою, бо без тебе помираю, Господь. Я без тебе загуглена книга, що написана генієм слова. Хоч вона дуже цінна і глибокий зміст має, та ніхто її не прочитає. Я кричу і плачу, голос надриваю, що робить не знаю, я висмені вагаю. Поможи, остань, ще надію мою, бо без тебе помираю, Господь. Я кричу і плачу, голос надриваю, що робить не знаю, я висмені вагаю. Поможи, остань, ще надію мою, бо без тебе помираю, Господь. Я кричу і плачу і плачу, голос надриваю, що робить не знаю, я висмені вагаю. Поможи, остань, ще надію мою, бо без тебе помираю, Господь. Поможи, остань, ще надію мою, бо без тебе помираю, Господь. Поможи, остань, ще надриваю, Господь. Слава Богу. Слава Богу, дорогие братья і сістры, наше служення подошло к концу. Спасиба всім, хто приїхав, хто прийшов, я вижу нові лиця. Ви все больші молодці, група прославління. Спасиба брат Джордж. Мож, кстати, хто забыл, 10 доларів диск, 10 доларів диск і 15 доларів книга на трех язиках. Якщо ви хочете читати книги на разных язиках, пользоваться іными язиками, український, русський, англійський у нас в распоряжении. Тому 15 доларів книга, 10 доларів диск. Вчера я виставлял на групу інтернет-магазин, де можна купить ковбаси. Ну, короче, нашу такую восточно-европейську еду. Я вам обещал, що владелец цього магазина появиться, щоб можна було спросити у нього наводящие вопросы. Алексей, встань, будь ласка. Вот этот молодой чоловік, якщо у вас будуть вопросы по тому, що ви посмотріли вчера, подійте, будь ласка, к нему, спросите у нього лично. Все, можна садиться. І знайте у нього лично, що і як. Все гости нашій церкві, кому ехати додому дольше 30 минут, пожалуйста, после собрання вас покормять і відпустять додому. Поэтому там ашеры расскажуть вам, куди йти. Видите кого-то з улыбчивим лицом? Подходите і спрашивайте, де мені покушати. Местні, їдьте кушати додому. І ще одне. Я виставив на церковний вайбер, що сьогодні воршіп найт у американців на 6 часів. Я скинув флайер і адрес. Тому, якщо хто пожелає, після того, як ви приїхав додому, покушали, поїхати на воршіп найт, ви можете це зробити. Адрес указан. Там буде наша група прославління первим номером в програмі. Тому, якщо ви хочете підтримувати своїх, беріте флажки «Славик Чорчев Хемет» і йдіть підтримувати своїх. І ще раз спасибо всім, хто прийшов. В следующая пятниця у нас молитва і розбір слова на 7 часів. В субботу на 7 часів молодежне служення, в воскресенье у нас славний в'їзд Ісуса Христа в Йерусалим. Поэтому готовимся к этому празднику. Хлебопреломлення не буде в воскресенье, оно буде в четверг, в следующий четверг перед Пасхой. Поэтому пусть вас Господь всех благословит. Давайте ми встанем на наші ноги. Ми благословимо наше общение. Кто буде общаться ще после собрання, кто буде ехати дому, щоб Бог нас всіх благословив. Вечний праведний Бог. Я благодарен Тебе за Твою милость, за Твою любовь, за то, що Ти, Господь, даєш можливість нам собиратися вместе, щоб иметь це общення, щоб учиться чому-то новому от Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, за брата Джорджа, Который посетил нас, Который нашел время. І ми могли сьогодні научиться. Могли научиться те, хто хотів научиться. Вечний праведний Господь, благослови нас при расході, благослови на окончание этого собрання. Все отдаю і доверяю в Твої святі руки. Слава Тебе, благодарність і честь нашому вечному Богу Отцю, Сыну і Духу Святому. Аминь. А благодать Господа нашого Іисуса Христа і любовь Бога Отця, і общення Святого Духа со всеми нами. Аминь. Приветствуйте друг друга, будьте благословенны, кому нужно, подходите к брату Алексею. Аминь.